Поздравление за лестные слова и за возможность представить в рамках уже юбилейного архива нашу кураторскую программу. В данном случае, Алиса сказала, что я причастен в данном случае к двум проектам большим. Это музейное собрание и проект на втором этаже «Диалогия». Начну с первого проекта. Мой коллега Игорь Абробович также является куратором этого проекта. Я еще хочу подчеркнуть этот момент работы в команде. Есть кураторская группа, которая делает «Диалогию». И то, что мы делали с Игорем. И этот проект, конечно, он очень специфический. Потому что Наталья сказала, что в рамках Арт-Киева, то есть он традиционен в рамках Арт-Киева. Так, еще те проекты, которые проводились в украинском доме и здесь в 2010 году на Арт-Киеве, типа там в стенах Арсенальских, так или иначе была представлена такая страница важная, как частные коллекционеры. Но именно коллекционеры, которые собирают современное искусство. Но это все-таки носило такой больше выборочный характер. Мы показывали там или группу коллекционеров, или делая акцент на каком-то имени коллекционера того или иного. Вот. А уникальность как раз этого проекта, что он, ну, во-первых, его масштаб, а надо сказать, мы столкнулись с такой острой-острой делевой, как все вместить. То есть мы могли еще вчера еще один такое крыло заполнить отобранными работами, потому что Игорь еще продолжит, расскажет о каталоге, который является тоже частью этого проекта, важным. Вот. Но все равно вот его масштаб и, скажем, вот эта такая полнота, полнота, всеобъемность. То есть мы показали вот больше там 40 коллекционеров украинских, которые собирают современное искусство. И именно представили этот проект и в такой исторической ретроспекции. То есть вот даже мы экспозицию поделили на три отдела больших, условно разделив там науку. По десятилетиям. С 85-го по 95-й, 95-й, 2005-й и 2005-й по до текущего момента. Для того, чтобы можно было посмотреть, как, как вот, и представили еще и исторические динамики. Вот. Посмотреть, как развивалось украинское современное искусство, куда оно шло, куда оно шло. Вот. И, ну, тут надо, конечно, делать такую оговорку, что это все-таки не... Это в определенной степени показ, срез истории украинского искусства, нового, да? Но это еще и показ такой, и срез предпочтений коллекционеров. То есть это то, что относится к вопросу художественного рынка, который тоже является одним из критериев, в общем-то, качества современного искусства. Вот. Поэтому тут могут возникать вопросы, почему больше там одного автора, почему не представлен там другой автор. Мы вот как раз, как бы изучая работы над этим проектом, как раз вот эти акценты, они были как бы очевидны, и мы хотели их тоже, как бы, показать, вот, что это все-таки вот такое вот... То, что востребовано коллекционерами, те художники современные. Так что это вот с этой точки зрения надо на это смотреть. Ну, Игорь еще продолжит, скажет, что мы еще хотели этим проектом подсказать. То есть мы хотели именно создать какой-то, пусть на время, но пусть под стенами, под сходами вот Арсенала, создать, в общем, такой символический музей. Показать, в общем, как, если вот собрать все вместе, если собрать все воедино, какая могла быть очень классная коллекция, коллекция, сильная классная коллекция, вот. И это не расходится и с концепцией самого Арсенала, который, в общем-то, подразумевает в одном из отсеков, тоже, который может занять там несколько тысяч квадратных метров, вот разместить зону частных коллекций, приватных коллекций. То есть это в практике, ну, в мировых музеях есть такое. Ну, думаю, что это вот открытая такая перспектива. Конечно, тут еще вторая специфика. Коллекционеры, понятное дело, собирают то, что можно повесить на стену, да, или разместить вот в пространстве, скажем, ну, приватном, но не всегда, скажем, не всегда есть возможность разместить, я виду, потому что не всегда есть возможность у коллекционеров купить и разместить инсталляцию. Поэтому отключение дается там в столковой скульптуре, в столковой картине, графике, рисунку и так далее. Вот, и отсюда я хотел перекинуть мостик на наш второй этаж и сказать, что вот тоже, как Алиса уже говорила, очень было интересно работать, это был такой очень живой процесс, потому что специфика проекта на втором этаже, она вот подразумевала как раз создание такой именно нового в полу работ. Мы привлекли, привлекали и граффитистов, они работали тут, как вот такой мастер-класс, резиденция такая спонтанная, вот, возникло, вот, посмотрите, сделали они росписи, и проект назвали свой улиц, прям, как бы, кусок улицы перенесли в то же музейное пространство. И много таких инсталляций, видео, ну, то есть, те формы, те визуальные практики, которыми сегодня, в общем-то, которыми сегодня, в общем-то, заполнена вот эта визуальная, скажем, современная деятельность. И там много молодых художников, действительно, которые создавали работу, они и сейчас еще там, монтаж продолжается, то есть, это все то, что называется в режиме work and progress, здесь и сейчас. Тем это, тем это интереснее, тем это, вот, это такой, как бы, эксперимент. Поэтому от такой чумарности, может быть, чинности, что ли, вот, этой части экспозиции, мы попадем в совершенно другое пространство, а потом переместимся еще в там, где представлена, как бы, и кураторская инициатива, или групповые проекты, или то, что вот раньше заменяло, как бы, показ галереи. Сейчас это, вот, в режиме форума, вот, художники сами представляют свои проекты, или группа художников представляет проекты, или кураторы представляют, или галереи представляют свои какие-то, с какой-то концепцией проекты. Поэтому вот это вот три единства и, как бы, разнообразие, мне кажется, является украшением вот этого именно события, юбилейного, со знаком 10, который в латинском гештальте, что ли, в латинском узоре, визуальном, может восприниматься как еще знак Х, то есть, как некое такое символическое обозначение, что это все еще, вот, как бы, что нас ждет впереди. Поэтому мы вообще, вот, назвали этот проект «Деалогия», вот, как бы, так все равно экстраполируется, вольно-невольно, в общем-то, и на все, на все это пространство от Киева, вот, и назвали, что это украинское искусство времен без названия. Вот, поэтому это всегда, вот, в общем-то, интересно. Спасибо большое. Дякую вам, Пану.